дорогие друзья это небольшое пояснение но прежде чем понять об уровне которым я говорю разработчика хорошо посмотреть видео для михаила то есть здесь объясняется как выглядит профессиональный навык когда человек способен действительно писать коз головы как он достигается там также есть и здесь будет в описании видео от инструкции это видео будет в описании поэтому посмотрите получить навык профессионально писать на python дарт мобильные приложения сайты десктопные через rest framework решил отдельно записать потому что уже идет курс по разработке на флаце дарт тога начинаем с простого в первую очередь понять работу джанго и разобраться вывернуть наружу джанго rest framework чтобы использовать его легко и с пониманием так как в принципе основная нагрузка ложится именно на создание api то есть на backend а серверная часть как вы поняли будет писаться на джанго а мобильная часть на флаце вообще сам по себе флаце мы получаем сразу три приложения с одной кодовой базой то есть это приложение никто немножко открыт сейчас мы получаем для иос либо для android приложение мобильное то же время мы получаем дископное приложение для разных веб-систем linux mac window window и веб-сайт при этом основная нагрузка ложится на backend который на джанго который заключается в том чтобы работать с фреймворк понять досконально его работу принцип работы создания api тестирования api это видео я записываю просто рассказать каким образом вообще идет курс поэтому я буду ссылаться на видео которое дам дал вам посмотреть для михаила да то есть я там много рассказывал например когда вы посмотрите видео михаила то обратите внимание на домашнее задание мы начали с того чтобы михаил очень четко понимал джанго то есть я дал задание определенной направленности джанго я работаю очень давно ну ну больше десяти лет уже также вы обратите внимание в этом видео уровень до от которого начинает михаил он прекрасно читает исходный код и документацию соответственно исходя из этого два варианта создания этого приложения но закончил шангресс фреймворк так как мы будем заниматься бэкэндом и именно писать api пишется на бэкэнде будем писать хочу чтоб вы понимали одну простую вещь вот есть проект да в данном случае это джанго тут может на его месте быть нода и все прочее есть вообще два направления развития основных на основных одно и второе при этом они друг другу совершенно не мешают с одной стороны мы можем писать шаблоны а с другой мы страны пишем api когда мы пишем шаблон все что мы сделали это превращается в обычный веб-сайт когда мы пишем api api представляет собой обычные ссылки мы сейчас посмотрим да и таким образом что мы можем делать давайте сначала посмотрим сейчас я сейчас я значит объясняю я полные команды не набираю у меня алиасы созданные по поэтому я набираю ой забыл виртуальное окружение румс создал алиасы для того чтобы не набирать python manager py runs server то есть набирают команду если надо какой-то конкретный порт и url запустить а так делаю так и мы заострим внимание на 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 api я наделась в данном случае как вы видите выдал исключение потому что шаблоны я не писал то есть они мне не нужны в данном случае это показывается потому что стоит отладка true а потом будут изменены права и эта страница вообще не будет видна если я хочу но мы будем работать с api который из себя представляет обычные ссылки вот она ссылочка в данном случае такой url но коделябры потому что русские я уже кодировку тут не выбирал это не так важно сейчас приложение они будут нормальные это в браузере и придется нам тестировать с джангрейс фреймворком надо разобраться что такое сервизация как сервизовать но вообще это очень просто на самом деле прямо сейчас в данном случае вы видите джейсон это и есть сервизация иными словами были данные списке python например дальше есть джангрейс фреймворк такая такой класс как сервизатор что он делает он переводит с обычного списка например или любого типа данных в формат джейсон который имеет своей структурой ключ значения в свою очередь другой язык например дарт который мы пишем делаю то же самое но в обратном порядке как правило в каждом языке сервизаторы идеи сервизаторы уже написаны по крайней мере в любых фреймворках и приложениях в данном случае в данном случае в данном случае мы работаем с дарт просто применяя обычную функцию встроенную джейсон декоды что делает он получает вот этот формат джейсон который ключ значения и уже укладывает эти значения в ясно что есть строки в свой массив да вот и все все очень просто вернемся к нашему объяснению то есть когда мы делаем шаблон мы получаем сайт когда мы занимаемся созданием ip то есть наши данные из базы данных все реализуются то есть переводится в формат джейсона не обязательно в джейсона можно хмл разве но как правило программисты полюбили джейсон да потому что читаем удобный понятный приятный при этом это может все вместе создаваться с одной стороны быть и сайт и с другой стороны сайт может нас принимать и другие API и с другой стороны отдавать API иными словами мы можем делать сервис мобильное приложение при этом грубо говоря развивать целую кучу проектов которые потом в принципе и будет приносить тот результат который мы хотим мы получаем 2 2 краеугольных то есть прекрасных результата ну во первых мы получаем серверную часть что это значит это значит что на серверной части которая будет расположена как вы понимаете на сервере мы можем использовать любые языки и библиотеки конечно мы используем джанго но джанго нам ничего не мешает подключить телеграмм кипитить чат где-то использовать ноды а с другой стороны мобильная часть мобильная часть она вообще ничем не подгружена она просто получает только ссылки в формате json информация передается через API иными словами приложение остается легким но при этом благодаря серверной части имеет огромные возможности ну вы видели инстаграм и все прочие вещи вторая вещь которая позволительно во флаце это мы получаем 3 приложения с одной кодовой базой и мобильное приложение и веб-сайт и десктопное приложение мы себя не ограничиваем ни в каких языках программирования можем использовать абсолютно любые языки программирования в первую очередь важно понять смысл этой вот тройки когда есть бэконт на чем-то в данном случае на джанго когда есть мобильная часть можно на котлен можно на флаце но так как флаце очень круто развивается имеет большую базу за короткое время да и уже обзавел своим даже игровым движком то есть развивается легкий простой понятный в принципе бери пиши серверную часть дальше штампу все приложения с разными а на сервере ты можешь написать одну идею вторую третью десятую проблема в том что вопрос не проблема стоит чтобы разобраться как работает эта тройка то есть как работает тройка например флаце сама северная часть на джанго то есть сама джанго и джанго резфреймворк впоследствии эти все части могут быть заименены например флаца может быть на котлен но когда мы понимаем вообще принцип работы джанго резф да то есть знаем это глубоко джанго резфреймворк мне он очень нравится он очень простой хотя большинство программистов стараются его обходить они говорят он сложный нет ребята он очень крутой и очень простой просто надо его понять там вообще на лениво все сделано на то что нам вообще ничего делать не надо при этом имеет тестирование более сложные api мы будем тестировать в программе постман да но пока нам хватит самого теста вот джанго резфреймворка здесь можно здесь предусмотрен на все случаи жизни то есть ничего не надо делать взял себе готовый класс грубо говоря всунул его в проект вот он тебе и работает никакой потери времени при этом все работает с великой защищенностью все как в джанго все круто наступление с этого хватит теперь открою проект ну еще раз говорю посмотрите это видео а я только некоторые моменты здесь проговорю то что у михаила там тоже есть работа над проектом ведется двух направлениях для тех кто хочет иметь уровень как у михаила то есть подойти к проекту в с теми знаниями которые мы посмотрели в этим видео до михаил профессионально уже читает исходный код профессионально читает документацию профессионально объясняет умеет сделать выводы на основе исходного кода и документации как он будет писать свой код то есть в данном случае михаил пишет код осознанно ему не зачем копировать чужой код он понимает что происходит и это разработка в кайф я в этом видео показал что к этому михаил пришел за четыре с половиной месяца примерно но в принципе плюс минус там от 4 до 9 месяцев зависимости от опыта желания времени но к этому уровню приходит поэтому чтобы не объяснять посмотрите это видео там мы смотрим его домашнюю работу то есть новичкам не пугаться потому что вам может показаться что я так никогда не буду делать миша я не зря зачитал сообщение михаила потому что михаил сам написал что декабре 23 он тоже не сильно то верю были у него сомнения получится ли что но как видите результат есть просто так происходит что каждый раз есть вот на тот момент дима своей торнадо для него был примером до который тоже потом бас дима пишет на одном на втором на третьем языке но и шаг за шагом мы пришли к этому то есть это не значит что здесь работает система которая дает возможность писать на любых языках программирование чтобы не было вопросов я эту систему ну открылся она случайно я вам честно я ничего не искал вернее 17 лет я занимаюсь одним и тем же вопросом как лучше объяснить язык программирования ну я не думаю что это вам интересно поэтому первые 9 лет я был как у всех меня да я что-то писал что-то копил ничего не понимал потом когда вот эта система пришла которую я даю мы идем от функционального объекта к типу много моих видео можно посмотреть по сути дела происходит следующее что у нас получается вместо того что допустим как большинство курсов обучения устроена таким образом что когда мы видим много очень материала да и для нас непонятно как это все изучать то в моей системе мы делим это на четыре простых блока я их не буду называть потому что надо проходить и получается что все остальное является логикой ну и дальше все буквально банально просто если мы найдем общее в этих четырех блоках то то что различное да то она и так будет видно все остальное в языке будет просто использоваться логически например for if else try except то есть по необходимости и не является вообще принципиальным для изучения и является только применимым в конкретной ситуации когда нам надо понять суд по сути дела так устроены абсолютно все языки программирования так как мы изучаем подход сиподобный то есть все современные языки в любом случае своем является сиподобными это берите кодкин берите го берите там разные видите ли я сейчас нету времени объяснять вот этот момент что чтобы понимать это надо немножко знать lips лист а вот когда будет время просто посмотрите это тот подход да это очень крутая вещь и лист хотя бы просто как как бы сказал начните пользоваться и макс и просто работайте с лист чтобы понять посмотреть по другому современные языки да диалектов много а конечно же вам будет легко это все даваться да вы четко поймете разницу но да ладно сейчас это лирика больше с одной стороны первый подход будет будет так сейчас я первый подход который сейчас покажу где будет проходить для себя шпаргалку писал который не очень эффективный но в принципе как делают большинство что-то добавить что-то удалить чтоб код заработал на себя по шагам просто делал что ну легче было объяснить а вот второй подход то что у михаил это тех ребят которых есть индивидуальное обучение будет возможность отдельно еще оплатить этот курс да здесь ребят просто у меня очень мало времени поэтому вот кого есть индивидуально уже занимаюсь и все я показал там разные виды индивидуальные изучения вот здесь стоит как раз таки в данный момент открыть видео михаила и посмотреть а что значит индивидуально а значит то что с одной стороны с одним подходом мы просто делают что делаем то что делают на большинство курсах и что тут происходит человек в принципе не понимает скопировал работает и здорово таким образом конечно программистом никогда не станешь но большинство ребят в школе которые в принципе проходили по моей системе и способны да понять с другой стороны с другой стороны если обратить на видео михаила то уже на данном этапе я специально чтобы продемонстрировать это дал ему задание под жанго то есть первая цель которой надо добиться чтобы михаил короткие сроки прекрасно владел жанго я ему дал задание там посмотрите связанные с url то есть можно например уделить две-три недели жанго и уже понимать принципиально работу работу но кроме этого михаил есть еще один навык он прекрасно читает исходный код разбирается прекрасно в документации и уже научился принимать решения на основе документации и исходного кода как писать свой личный код и по каким законам программирования это работает эти законы опять же обращаем внимание одинаковы для всех языкового программирования не важно от языка так вот кто хочет таким образом вот после просмотра видео будет понятно да писать то это конечно высокоэффективный то есть но я думаю что здесь будет совмещаться иными словами в конкретном случае михаила да он уделил четыре с половиной месяца для того чтобы разбираться в любых языках программирования и дошел до уровня когда его описание языка стало правильным понятным и самое главное из каждого слова понятны действия которые делать да но это разбирали в том видео подряд при этом опять же говорю новичковым может возникнуть в данном случае комплекс что я так никогда не смогу глупости ребят михаил не был исключением и тоже так думал что через четыре с половиной месяца он начал прекрасно работать с документацией сходным кодом при этом работает работает уже с разными языками он работает c++ работает gs работает с python работает вот сейчас с dart это нормально все зависит от двух простых вещей они описаны подход и порядок порядок и подход если взять за правило просто читать подряд или делать подряд да там чего-то например вот функция может что-то да там вот это то придя в другой язык вы тоже будете что делать ага функция будет там то-то в другом языке в конце концов запутались ребят да не проще сделать по-другому понять что лежит до функции да как я говорил разделить на четыре части по одному принципу я сейчас не буду вдаваться в подробности и при этом тогда приходя абсолютно любой язык уже понимаешь что делать с этой функцией все просто и на это михаил затратил четыре с половиной месяца всего стоит выбор с одной стороны либо писать код просто по сути копируя и при этом не понимая что происходит в самом деле либо уделить часть времени тому чтобы разобраться как работают языки программирования понимать документацию исходный код и уже с этими знаниями подходить к практике при этом на практике применяя абсолютно те же знания которые мы приобретали то есть они не разнятся не так как бывает часто да вы сами знаете изучают там одно а потом ну я не буду называть где и как по-разному каждый сталкивался учили одно а потом как оказались в реальности совсем все другое нет в данном случае уже михаил описывал работу кода именно на тех знаниях которых на той системе которые мы и учились чтобы это понимать то есть обучение системе понимания программиру соответственно полностью соответствует практике и вливается в нее к чему должно было привести обучение михаиловой четыре с половиной месяца абсолютно верно двум простым вещам которые обходят большинство вообще программистов это работа с документацией исходным кодом да большинство людей что делают идут на переполнение стека копируют потому что документация не понимает исходный код они не смотрят потому что страшно там вообще ничего не понятно когда мы вы будете смотреть видео михаил прекрасно работает с исходным кодом на основании исходного кода и документации принимает решение о написании своего кода потому что он понимает законы на которых которые дают возможность писать именно так да он их понимает читает видит в результате чего программирование становится удобным и вы знаете что ведь михаил на это сколько инвестировал не затратил не все четыре с половиной месяца у кого хватит усилий хотя много людей например не доходит до этого момента я скажу честно ну все мне хватит я пошел мне тогда немножко обидно да горько за человека что ну вот нету мне надо результат я работаю на результат мне надо чтоб человек писал строго да отношусь строго правда но люди пишут ну я себя не изменю поэтому если плохо значит говорю плохо если хорошо значит говорю хорошо практически у михаила более менее нормально стало только пол месяца до этого четыре месяца я говорил кол с минусом кол с минусом кол с минусом да кого то это убивает а ребят а я на кол знаю но на кол это уже прекрасно а ну ну а ну ну а как ну а как ну а так ну а мы с вами на кол это уже прекрасно на кол с плюсом это вообще офигенно так что кол с минусом я могу поставить далеко не всем большинство людей которые начинают с нуля я говорю вам нельзя оценку поставить это значит, ну, грубо говоря, совсем хреново. Просто даже колл с минусом, колл с минусом надо заслужить. Это надо что-то сказать, чтобы оно как-то соответствовало программированию. Ну, а сегодня я могу сказать у Михаила не сказать, что там супер-пупер, но приемлемое чтение кода, приемлемое чтение документации, приемлемое понимание, принимать решение на основе документации исходного кода о написании собственного кода. То есть, есть почва. Иными словами, Михаил у него уже есть задание, например, Дарт изучать сходу, именно сходу, да, там немножко другой порядок, но понятно, что, чтобы изучать сходу, должна быть в голове некая система. Ну, в принципе, я отрекся, опять лирика, поэтому давайте теперь подведем итог и констатируем. Итак, и где это все происходит уже сейчас? Я сейчас покажу, вот, чтобы ребята не вышивались. Да, один момент пока не забыл, потому что Босуновский говорит про некую систему, для того, чтобы долго не мучиться, вот я дам ссылку на плейлист, и здесь в выборочном можно посмотреть на видео и понять вообще мой метод работы и мою систему, да, вообще обучения. Сейчас я расскажу принципиально, потом продолжу, как курс строится этот будет. Я взял, это не самые начальные знания, но уже кое-что Михаил знал. Ну, вот, допустим, в данном случае видно, он гадает, да, у функций классов и методов экземпляра есть атрибуты, так как, то есть, что общего, да? Да, ответ был на тот момент совершенно неверный, но, тем не менее, задание вот это выполнено отвратительно, почему? Потому что нет исключений, только благодаря исключениям мы можем двигаться, да? Иными словами, то есть, все было вот так, шаг за шагом, да? То есть, это тот момент, когда человек на пространство отдельно взятого объекта, ну, все, это, это что было? Вот так, когда я такое увидел, да, у меня, все, я, Мишка меня убил, да, таким словом, все, я, я уже два дня не мог подойти к компьютеру, потому что такое, когда читаешь, то сразу, что, все, то есть, писал бред, поэтому, ну, конечно, я шучу, ребят, но, конечно, если взять вот этот бред, который на первых этапах писал Михаил, и в вас он будет, это нормально, сначала неправильно, потом правим, потом правильно, то есть, понятно, что на этом этапе не было никакой речи о чтении кода, никакой речи о, как на основе документации, понимании документации, тоже не было речи, о том, как на основе документации исходного кода принять решение писать свой код, это было рано, иными словами, первые робкие шаги, но без них не получился бы тот Михаил, которого мы имеем на сегодня, то есть, который уже применяет осознанно такие вещи, переменная кирюсет ссылается на значение функционального объекта, а именно на объект экземпляра модели, абсолютно грамотная, высокопрофессиональная, которая ведет к пониманию уже как использовать, меня ведет, новичков не ведет, просто я хотел показать, не надо тушеваться, все будет шаг за шагом, каким образом делается, объясню, по шагам, ни быстрее, ни медленнее, сначала я даю задание, задание, как правило, первое задание, это чтобы понять уровень человека, от которого отталкиваться, как правило, задание обычно никогда не выдушевляет, потому что они поверхностные, начинается задание именно с чтения исходного кода, пишут по-разному, но, как правило, оценку колл с минусом поставить нельзя, почему? потому что все очень плохо, это нормально, не может человек написать сразу хорошо, дальше, сам есть подход, который заключается в том, что появляются два блока, то есть подход и порядок, именно это дает силу, порядок изучения, есть определенный порядок изучения, которым мы следуем, на каждом промежуточном этапе мы добиваемся результата, конечная цель у нас сразу тоже ясна, то есть есть документация, есть исходный код и нам надо принять решение на написание своего кода, но вполне реально, что здесь понятно, сразу становится понятным, что же здесь не хватает, чтобы вот это произошло, должно быть по крайней мере чтение кода, то есть иными словами, если взять вот это задание Михаила, которое когда-то он делал на первом этапе, ни о каком чтении кода здесь речи не шло, то есть Михаил не мог ответить на вопрос, что передо мной за объект, иными словами, нет чтения кода, понятно, значит мы не понимаем код, если мы не понимаем код, то как следствие мы не можем понять документацию, вообще на что там смотреть, иными словами, значит вся работа построена на чем? На том, чтобы добиться для начала чтения кода приемлемого, то, как мы сегодня, вот то, что я говорил в видео, посмотрите, приемлемое чтение кода у Михаила, а у Димы своей торнадо, которого я часто упоминаю, тоже можно посмотреть, это был на тот момент, сейчас я покажу, вот это перед тем, как он начал писать, сегодня Дмитрий пишет на большом количестве языков, работает программистой, все нормально, но на тот момент, перед тем, как он начал писать, импортируется модуль сигнал для обработки событий передаваемыми программами, да, дальше доходим до очень интересного, вызываем метод файл варнис на объект варнис с одним позиционным и одним именуемым аргументом, инициализация экземпляра класса с одним позиционным параметром и одним именованным параметром и так далее, то есть, в любом случае, написанию кода, ребят, должно предшествовать чтение кода, на сегодняшний день я знаю уже, что уровень выше, на тот момент это было уже приемлемо чтение, да, вот, дальше посмотрим, да, вот, применение ключевого слова self указывает на принадлежность атрибутов к методу экземпляра класса, вот это круто, да, сказано и правильно, и ссылка на атрибут, оба, мат, шах и мат, одним предложением, и больше не надо слов, все, вполне понятно, что дальше делать, и вот, теперь смотрите момент, момент, который обязательно, вот, сейчас был Андрей Горин, да, вот, у него поменял работу, и немножко не доучился, наступает момент, когда человек думает, ну, вот, вроде все понимаю, да, а что дальше, вот, здесь нельзя остановиться, почему, почему у Димы такие прекрасные результаты, почему у Михаила, потому что стоит еще перейти от чтения кода к написанию собственного кода на основе документации исходного кода, а это надо понимать законы, ну, какие законы, например, объект первого класса, и дальше уже в голове должно всплыть, что это значит, да, там мы видео Михаила, как раз этот момент, он очень часто использован во всех языках программирования, стоит посмотреть, да, и то, на чем вообще построен JavaScript, например, да, там вообще относятся, вот эти вещи надо понимать, и поэтому я сейчас произнесу фразу, которая, возможно, не совсем будет понятна вам, да, но вы ее потом вспомните, ребят, смотрите, вот сейчас, и вот думайте, когда я говорю, ведь большинство людей, да, они вообще в исходный код и в документацию не заглядывают, по двум причинам, в документации ничего не понятно, а в исходном коде страшно, там вообще ничего не понятно, а я вам говорю, как мешком, да, пустым по голове, говорю, ребят, а чтение кода не является гарантией, что вы начнете писать свой код с головы, заканчиваю, постулат, это постулат, который я наблюдаю уже много лет, но чтение кода является обязательным шагом для становления программиста. Так вот, это описание было до того момента, как, допустим, Димас Вайтернадо начал писать. Этот момент я запечатлил тогда. Мне понравился этот человек, потому что от полной растерянности к многим языкам программирования. Кстати, Михаил был он именно путеводной звездой, хотя Михаилу сто процентов не верил, что он так может. Я вижу, что Дмитрий поддерживает, подсказывает в группе эти моменты. Дмитрий вообще три года изучал GS по HP, при этом на функции не обращал внимания. Вообще, самое странное, как он продержался эти три года. Через пять месяцев он начал писать. Ну, вот у Михаила через четыре с половиной, через пять. Но до Дмитрия пока я не видел, что кто-то достиг. Почему? Потому что он настолько вывернул наружу C++, насколько вот эту C-подобность понял. Иными словами, если скажешь ему, Дим, сейчас надо указатели. потому что, например, если вы заметили, Михаил очень четко, очень четко, когда вот будете смотреть видео, он постоянно проговаривает, где ссылка на объект. Это архиважно для программиста, который ссылается на значение конкретно объекта GetoObject Tor 404. Иными словами, здесь для программиста тогда все четко понятно. Для новичка здесь вообще просто набор слов. Но из этого вполне понятно, как применять. Из этих слов. Но у вас это придет. Почему я это отметил у Дмитрия? Потому что, когда говоришь ссылка, то большинство людей вообще про это забыли давно. А если сказать, что это такое, то как я говорю, летающую тарелку мы можем представить, а вот ссылку мы не можем. Поэтому проще сказать человеку пойди в С++, разберись с указателями и тебе вполне понятно, как устроена ссылка. Другого, к сожалению, не придумали. Это всегда будет указатель в любых Сиподобных языках. Но там есть варианты. Ну да ладно. эту страницу видели, как открывал на сайте spb.letut.anast пишет код. Ну пока ничего не изменилось. Вот здесь, ребята, вот здесь существует пространство для маневра у меня. То есть у меня нет того, что есть у большинства людей. А смотрите, почему нет. У меня есть вот этот показатель и вот что должно быть на выходе. Что человек должен уже уверенно писать на любых языках. Все. А вот здесь есть промежуток. Какой? А вот посмотрите. Откройте. Вот у нас есть язык и нам грубо говоря, я не буду говорить как, нам надо его разделить всего на 4 блока. тогда весь эта мишура уберется. То есть это проще. Мишура уберется и вот здесь мы начинаем идти маленькими шагами. И у всех здесь по-разному. Маленькими шагами и по-разному. то есть я сейчас объясню. Одинакового шаблона не может быть. Поэтому лучше всего работать на индивидуальный подход. Вот я Михаилу говорю. Миш, что общего между классом, функцией, экземпляром и методом? И на что на тот момент Михаил мне пишет. сейчас не могу найти. Вот. То есть то, что документации. Да, это прекрасно, но как это применить? Никак. Или что общего? все объекты. Но тогда возникает вопрос, а что же такое объект? Есть атрибуты, но это же бред. Понятно. Но если бы не было этого бреда на том этапе, то не было бы правильного ответа. Тогда у вас возникнет вопрос Мавсуновский. А как же что является правильным ответом? на это тоже есть платформа. Если вы берете любой язык программирования, C++, Python, Go, и то, что вы скажете, да, вот что общего, да, оно укладывается во все языки программирования, значит, абсолютно все верно. потому что по-другому то языки не составишь. И то, что написал Михаил вот на тот момент, да, то, что являлось действительно открытым бредом, что все экземпляры есть атрибуты. Ну, да, есть. А ну, это неверно. Поставка экземпляров что в Python, например. DevCall введи здесь параметры и на выходе экземпляр будет работать совершенно как функция. Пожалуйста. Это втога применено. Это одна, один из магических методов четвертый по использованию. Есть частная ситуация, значит, ответ неверный. Да, абсолютно. Call. И когда мы бы сделали бы сделали этот момент, то что мы делаем? Мы бы сделали экземпляр класса D и, пожалуйста, если взять просто экземпляр класса, то он выдаст исключение, говорит, этот объект не передавай. Ну, с методом Call, ставишь скобки, все передается, и он работает как обычная функция, при этом используя все возможности класса. То есть в данном случае абсолютно неверный ответ, потому что атрибут может быть следующим вопросом. То есть вы понимаете, что вот здесь у Михаила что общего было 4 шага, у кого-то 5, у кого-то 2, у кого-то 10, но в конце концов надо найти две общие вещи. И поэтому я не могу сказать, у меня есть опять, у меня есть то, что мы должны получить на этом этапе. И так далее. То есть сначала чтение кода, потом проходим конструкцию языка, изучаем таким образом, чтобы мы могли писать на абсолютно любом языке. На тот момент уже Михаил это начал подтверждать, но это еще были первые шаги. на Си, на Го, то есть были вопросы, да, это были совершенно простые шаги, но это были первые шаги, когда прорвало Ого, это круто, да, но на самом деле между тем кодом, который был, и этим кодом, который на сегодня, четыре с половиной месяца. Поэтому если человек решил, как пишет Дмитрий с Вайтернадо, потому что он это прошел, что люди приходят, вот надо делать проекты, я говорю, вот этот проект будет идти в двух направлениях. Первое направление общее будет даваться задание, и вот есть код. Хочешь вставляй, хочешь пиши, хочешь объясняй, хочешь не объясняй. Второе, то, кто занимается индивидуально, будем разбирать каждую конструкцию, но для этого надо хотя бы минимальное чтение кода. Это все можно делать комплексно. Тогда, тогда, если есть чтение кода, оно не бывает, ага, я Дарт понимаю, а Пайтон не понимаю, а вот все еще не приступал. Нет, ребята, все языки абсолютно схожи. И если вы понимаете, как прочитать код в Пайтон с теми же атрибутами, то абсолютно тоже сделайте вы в JS, C++, это совершенно уже не имеет значения, потому что везде атрибут будет простым значением. Все, это единственное, что надо было понять. вот на эти все вещи уходит время. Но вопрос, я к чему это показал? Что результат получают все, раньше, позже, а вот тут надо еще переходить к чему? К тому, чтобы начать писать код на основе документации исходного кода. То есть на этом этапе мы должны читать исходный код, понимать документацию, а потом уже начать когда мы читаем это, видим, что это обозначает. Например, опять открываю избитый пример по заданию, которое давал Django, да, самую часто использованную функцию getObject Torque 404. и вот только когда мы прочитали весь код, читаем, вот на тот момент, уже потом нам начинает приходить понимание, сначала мы должны понять вообще, что это за параметры, что они делают, какие они бывают, иначе ничего дальше не придет. Когда это пришло, еще ничего не происходит. Уже чуть попозже, когда начинается изучение, например, функции обратного вызова, как писал Дмитрий, что ага, наконец-то понимаешь, почему там именно именованный аргумент. То есть это все потом. Но когда мы, например, уже начинаем видеть и ассоциировать переменную как объект первого класса, а функция и есть объект первого класса во всех подобных языках, открою секрет, вот тут мы начинаем уже прорастать у нас и размышления, а что может объект первого класса на практике, а как его использовать, и сразу получаем ответ, как писать свой код. То есть таким образом обучение идет поэтапно, и мы вот здесь в этом пространстве я использую две вещи. Я ориентируюсь по комментариям по комментариям и коду. в языке человек все должен выразить. Если он не скажет себе я хочу все это выразить, то будет как собака. Понимаю, сказать не могу. Нет, так в языке не пойдет. поэтому я ребят своих всех чтобы они все писали. Потому что когда человек может выразить мысль, он это может прочитать. Если он. И все это называется система работы с кодом. По комментариям и коду я вижу достиж человек результата и нет. Я не буду сейчас раскрывать вот эти все шаги, но просто вы поняли смысл. Иными словами совершенно простая система в которой четко прослеживается что имеет значение и подход вот он и порядок мы не можем прийти к тому чтобы читать исходный код если мы не понимаем что такое параметр ну никак не получится просто это будет сначала телега потом лошадь порядок имеет огромное значение ну а принципиально я вам сказал принципиально на выходе получается что язык у нас делится всего на 4 блока и дальше вот Дмитрий своей торнадо написал что он обучает детей не программирует там он математики но использует этот подход и с детьми а что общего между третьим и четвертым классом ага общее то-то 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 а что новое а новое уже и так понятно абсолютно тот подход который вы используете каждый день в жизни здесь ничего нет хитрого если язык разделить на 4 блока и дальше поставить вопрос что общего и ответить таким образом чтобы это работало для всех языкового программирования это будет правильно а значит различия у нас будет видны сами а все остальные вот эти много строк они превратятся во что правильно в вылетело слово сейчас скажу выключу вспомню надо правильно это слово сказать смысловые вещи есть основополагающие конструкции языка которые работают по четким законам во всех языках программирования может быть разная реализация например берем Kotlin это прекрасный функциональный язык в котором собраны все лучшие фишки с разных языков по функциям но если взять Python если взять Kotlin если взять JS там мы найдем все те же вещи которые есть в каждом из языков и все они работают по одному и тому же принципу просто этот принцип можно понять а как делают большинство я тоже так делаю ребят лет 9 первых заходил в JS смотрел как там функции работают заходил в этот в другой язык а как там ну это же бред это вершки знаете на что это похоже представьте я вам говорю ребят мы с вами будем сегодня учиться выкручивать свечу зажигания в бензиновом двигателе да в Ford прекрасно на это у нас будет целый месяц а вот следующий месяц у нас новый материал мы уже с вами будем выкручивать свечу зажигания с этого с Mercedes а вот там все другое машина другая красивее чем Ford ну опять же на любителя но там все другое там ключи блестящие а вот еще через два месяца мы с вами созреем и наконец-то перейдем будем выкручивать в ЗИЛе под мизином да там вообще там высоко залазить надо но это же бред ведь все жизни устроено каким образом принципиально так же устроен язык поэтому когда мы понимаем то что предшествует функциям то открывая любой язык мы понимаем что нам там посмотреть в течение 15 минут вот это видео я показал то есть Миша начал двигаться в направлении то есть перед ним стоит задача изучения дар сходу таким образом вот он думает сейчас хотя это очень просто просто надо наоборот повернуть эту систему и все это дает возможность осознать и практика ответить как кто хочет учиться но интересное письмо было сейчас пришел человек который год назад приходил даже имя еще не запомнил и вот он мне пишет я пытался найти письмо это не нашел год назад смотрел ваши видео мне вообще показалось это разводом ничего не понятно а за этот год он прошел двое курсов так и не начал писать и вот он дальше в конце заканчивает перед тем как прийти да он говорит сейчас я посмотрел ваше видео я понял о чем вы говорите и у него пошел результат а теперь вы смотрите ох как я где тут мишин развел михаила что тот начал понимать исходный код документацию и объяснять со стороны программирования да почему это так работает при этом все названо своими именами вот развел михаила а правильно потому что человек видит срез и вообще это кажется фантастикой но ведь никто не знает что михаил вот как я показывал чтобы примерно около месяца только отвечал на вопрос не подглядывая пиша писал портянки кода чтобы все таки найти это общее между там четырьмя объектами классом экземпляром функцией методом пока это не стало но сегодня пошло дальше понимание наконец-то у него сложилось тип почему люди не пишут ведь это очень простой ответ на вопрос люди не пишут код вообще не могут писать потому что для них я сейчас до конца домотаю тип это скобочки а если вы послушаете хорошо видео Михаила где я указывал данные его моменты для него это нечто другое уже то что без чего он не может принять никакого решения для него объект стал составляющей из каких-то двух компонентов а для большинства людей это скобочки которые и вообще этот тип непонятно поэтому есть это по-другому я не придумал как назвать есть мой порядок вот система которая мне пришла она прислала еще где-то в 2017 году я ее уже применяю с 2017 года значит любая документация любой учебник составлен по обратному порядку то есть где начинается все с типов таким образом тип для человека становится некими скобочками все остальное вот есть скобочки есть тип нет скобочек нет типа иными словами человек нифига не понимает зачем этот тип нужен и все так вот в той системе которую я показал мы идем от функционального объекта к типу чтобы найти этот тип начать его видеть везде начало когда человек начинает писать код это тип чтение кода происходит до этого человек еще не понимает как правило что такое тип но это тот момент когда нельзя остановиться как только тип перестает быть скобочками а становится чем а вот это я не скажу я рассказывал это видео про Михаила и в других видео тогда человек начинает писать уже понимает к тому моменту когда человек уже начинает писать он начинает уже по-другому относиться к чтению исходного кода и документации понимаете теперь да кто-то понимает кто-то нет так вот тот человек которого я рассказывал который год назад приходил сегодня он учится по одному из планов у него пошло да погнало все он не хочет чтобы у него ну это не важно есть планы подешевле он выбрал дорогой план да где идет просто индивидуальная работа ежедневная я к чему это рассказал просто всегда надо понять либо вы либо мы когда есть возможность разбираемся за несколько месяцев с языками и дальше пишем в удовольствие либо мы всю жизнь пыркаемся и приходим с большими глазами выкручивая сначала свечу в жигулях потом забыли и пришли выкручивать свечу зажигания в мерседесе при этом смотрим как новую некую операцию ну смешно согласитесь нет не смешно так оно и есть потому что очень много шагов надо пройти ну что ж дальше я дам некоторые шаги я рассказал да что будет в двух как бы ипостатях писаться проект пишется уже Михаил вот уже приступил работа над проектом с четкого понимания джанга дальше будем выращивать джанга ресфреймворк дарт ему задание то есть он уже работает над проектом чтобы это было круто да я думаю мы увидим в скором будущем его приложение опять кто-то скажет развели Михаила теперь у него приложение он пишет да нет дело здесь не в том а все намного проще большинство людей просто на самом деле хотели бы но не знают как изучать вот эта система она дает возможность любому человеку который по ней пройдет почему здесь нельзя не добиться успеха потому что пока не будет пока не будет достигнут результат который должен быть достигнут в определенный момент времени да и какой результат должен показать мы не идем дальше так нет нет не та не та запись важно не останавливаться вот пишет да человек то есть все реально все реально у кого есть желание поработать значит есть это в описании видео уроки на DevHackers есть с этим проектом кроме этого есть уроки Python Django есть группа то что можно изучить иными словами все есть и в одном месте каждый школу воспринимает по своему кроме этого идет работа на GitHub где есть код и отсюда все разветвляется то есть сейчас вот это все уже в действии даже закончим немножко и пойдем уже дальше да уже будем приложение подготовил будем делать будем делать то что можно прочитать там будут дальше ссылки дальше можно купить доступ ко всей школе с DevHackers там есть возможность получить не только DevHackers но получить возможность к Python к Django к всему сайту иметь возможность участия в группе иметь возможность работать с DevHackers с проектами ну чтобы действительно достигнуть тех результатов которых действительно можно достигнуть в короткое время работать надо в своем темпе ребят никуда бежать не надо скорость достигается не за счет того что вы там сидите часами за например за кодом вот если я буду программировать то я обязательно стану программистом нет не станете не станете станете программистом вы именно тогда когда начнете читать исходный код понимать документацию и на основе этого писать свой код а для этого надо определенный подход например если вы будете решать примеры с какого-то сайта и при этом не заходить в исходный код и документацию то конечно ничего не произойдет вы просто будем говорить так будете занимать себя языком программирования что-то в нем знать но программистом вы никак не можете стать потому что у вас на данный момент у нас тогда профессия программиста это решать примеры но практика говорит о другом если мы откроем абсолютно любого языка любой код то мы увидим всего две вещи вот это и есть работа программиста все остальное это дополнительные шаги но без понимания этих вещей ничего не будет чем быстрее вы мы с вами да дано чтобы вам не было обидно примите решение не обходить эти вещи тем быстрее все произойдет это все будет в описании дальше можно почитать про сам проект планы да примерно те знания которые мы сегодня будем изучаем стоит полтора миллиона это реально на рынке я посмотрел приложение с серверной частью до полтора миллиона при этом 700 тысяч стоит приложение которое почти там готовое да по шаблону будет сделано ну а если его там еще и и если мы хотим получить высокий результат то есть заниматься надо индивидуально когда будет не просто вставить код а будем разбирать что и что при этом язык не будет иметь значения вот пожалуйста вам в дарт это тоже атрибут и по другому это просто не может быть другим и они абсолютно так же работают в дарт потому что в данном случае и тайтл и в пайтон будет это просто будет значение это же просто но к этой простоте надо прийти поэтому на самом деле не имеет значения какой перед нами язык когда мы понимаем его изнутри Михаилу на это ушло четыре с половиной месяца и с этим багажом он подходит к созданию проекта все здесь по-разному у кого-то может быть совместно идти у кого-то ну все по-разному говорю все зависит от конкретного человека я никогда не меряю все у меня есть просто план каким образом в каком этапе должен получить результат человек может получить результат за два дня за три недели все зависит от опыта времени от знаний на данный момент много вещей но я всегда задам вопрос таким образом чтобы человек к этому пришел сам вот когда он сам пришел почему эта система работает потому что человек приходит ко всему на своем опыте он приобретает опыт для того чтобы это превратилось в его опыт надо его просто направить и задать правильные вопросы и будет виден результат по коду и комментариям поэтому шаг за шагом и так вполне понятно спасибо за доверие поделитесь этим видео расскажите тем кто хочет программировать спасибо а лайк поставьте если понравилось если не понравилось тоже поставьте спасибо спасибо